Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Я не могу одного понять, когда... Вообще трудно, трудно это осмыслить. Я все время стараюсь проснуться и не могу проснуться. Я не могу понять амбиции настолько какие-то личные. Мне трудно об этом говорить, трудно об этом говорить. Кроме того, что теперь, наверное, не на одно десятилетие, не на одну сотню лет, о том, что это будет вражда между народами, которую он устроил по большей части. Больше ничего я не могу сказать ему. Гореть в аду ему. Вот все, что я могу сказать. Как одессит. Чтоб он сдох. Хочу мира. Чтоб прекратилось это безобразие. Чтобы уже договорились бы. По-моему, лучше договариваться, чем таким силовым путем. Я не могу сказать хороших слов. А нехорошее воспитание не позволяет. Так что извините. Тут сплетено и скручен довольно серьезный Гордеев узел в нашей современности. Абсолютно по всему миру. Все очень взаимосвязано. Люди разделились на тех, кто эмоционально воспринимает ситуацию. И те, кто ее осмысляет. Поэтому никаких однозначных решений я не вижу. Я был категорически потрясен и вернул в шок с случившимися событиями через 24 числа. Но их определенную последовательность, причину следственной последовательности я осознавал еще 6 или 7 лет назад. Чтоб он сдох, блин. Все, без комментариев. Спасибо. Надеюсь, что тебе будет там место в аду. Козел. То, что происходит у нас в стране, это страшно. Убивают детей, людей, мирных жителей. Где они стреляют, как говорят, по военным объектам, но страдают-то мирные жители. Это страшно. Вот это нужно прекратить. Я просто сдерживаю себя, чтобы не высказать то, что мог бы высказать. Останься хоть чуть-чуть человеком. Все. Я бы его послала туда, куда посылают все одесситы в сторону корабля.